212 преступлений против половой неприкосновенности. В расследовании уголовного дела депутата Никифора Жукова всплыли новые факты. От действий педофила пострадали 30 школьниц. Дело поклонника малолетних девочек раскрутила помощница, уполномоченного по правам ребенка. Каня Левченко обратилась жительница Стародуба по поводу родственницы школьницы. Та рассказала о своеобразном сетевом маркетинге. В школе подошла девочка и предложила заняться сексом с неким дядей Колей за деньги. И девочка это стала выяснять, что это там происходит такое. И ей школьницы эти уже рассказали, которые уже были вовлечены в эти развратные действия с этим дядей Колей, что они с ним вступают в сексуальную связь за деньги. И он им еще доплачивает от 500 до 1000 рублей за то, если они приведут к нему своих подружек. Дядя Коля. Так представлялся девочкам депутат Чуровского поселения Никифор Жуков. Не нравилось ему собственное имя. Местные жители проследили за его машиной, куда садились девочки и записали номер авто. Полицейские сработали молниеносно. Следствие в отношении дяди Коли длится уже почти год. В настоящий момент 62-летнего депутата Чуровского совета обвиняют в совершении 212 преступлений против половой неприкосновенности школьниц. По версии следствия с июля 2007 года по май 2013 года Жуков совершил серию преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на территории трех районов области. От его действия пострадало 30 школьниц из Климовского, Новозыпковского и Стародубского районов. Их возраст на тот момент составлял от 11 до 17 лет. Все преступления совершались по одинаковой схеме. Обвиняемый знакомился с девочками из малообеспеченных семей, которых на автомашине вывозил в безлюдные места и предлагал вступить с ним в половую связь за вознаграждение. Молчание жертв дядя Коля оплачивал наличными от 500 до 1000 рублей каждой школьницы. Жукова обвиняют также в групповом изнасиловании, соучастницей которого стала его 19-летняя знакомая. В настоящий момент законные представители жертв Жукова заявили гражданские иски на общую сумму 20 миллионов рублей. В результате ареста имущества бывший депутат Жуков лишился двух автомобилей и четырех объектов недвижимости. Расследование уголовного дела продолжается. Расследование уголовного дела продолжается.